В оранжерею морозли с альпинистским снаряжением. Памятник архитектуры готовят к масштабному субботнику. Чтобы во время уборки никто не пострадал, с крыши павильонов снимают аварийное стеклянное покрытие. Работу проводят в экстремальных условиях. Все подробности узнавала Юлия Федорова. Вальтер промышленный альпинист. За его плечами почти 10 лет работы в экстремальных условиях, на высотных зданиях и крышах в разных странах. На поясе двойная страховка. Все снаряжение в готовности. Это называется жумар от двух французских альпинистов Юлия и Мартена. Сертифицированный, нагрузка у него до 4 килограмм, в случае чего можно повеситься на веревочке и подняться вверх. Это десантер. Его можно использовать и как страховочное, и как спусковое устройство. Ветхое сооружение и высота в десятки метров. В считанные минуты детали стеклянного купола с грохотом летят вниз. Они крепились очень просто, на обычной замазке стеклянной. Она высохла давно, пересохла. Она может любой момент упасть. Поэтому находиться и что-либо делать невозможно было. Больше половины стеклянной кровли на месте уже нет. Те блоки, которые сохранились, разбиты и едва держатся на металлических конструкциях. Бывают объекты удобные, где можно работать со страховкой. Бывают объекты, где надо немножечко поиграть в Человек-паука. То есть это работа в условиях, невозможных для страховки, как это было сегодня. Там абсолютно нечто зацепиться, и конструкции сами по себе ребристые, острые. Страховочную веревку просто перерезать может. Тут уже доверяешь больше своим рукам, чем креплениям. Во время субботника эти обломки предстоит выносить из павильона целыми ведрами. Весь инвентарь для работы участникам проекта будут выдавать сразу при входе в оранжерею. Собирают граблями, лопатами, руками, сосками. Как-нибудь серчатки мы отдадим людям. Присоединиться к спасению памятника архитектуры может каждый желающий. Субботник в оранжереи Морозли начнется 19 ноября в 11 часов утра.